Брестская крепость-герой – одно из знаковых мест Беларуси, символ советского сопротивления во время Второй мировой войны. Композиционным центром мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» является монумент мужества. Это обобщенный образ воина-победителя. Григорий Фицук – один из тех людей, кто устанавливал его. Григорий Константинович прошел путь от простого каменщика до заместителя генерального директора строительного треста номер 8. За полвека трудовой деятельности в его послужном списке более сотни различных объектов в Беларуси и за рубежом. А накануне заслуженный строитель делился с молодежью своим опытом на заседании Молодежного совета. Я могу только одно сказать. Сегодня они уйдут работать на казармах, в которых жили защитники, которые защищали первые рубежи нашей страны в то время. И кто погибший, погибли. То есть они сегодня, их увековечит память, как и мне по жизни пришлось поучаствовать в строительстве главного монумента. Увековечит память тех, кто защищал нас и дал возможность жить свободно и спокойно в нашей стране. Если ты поучаствуешь в каких-то создании или возведении таких объектов, поэтому у тебя в памяти всегда останется то, что ты был там, был участником увековечивания памяти этим нашим защитником. И это очень-очень важно, потому что лучшей передачей, как бы говорят, как не поучаствовать самому, невозможно. Принять участие в стройке Республиканского молодежно-патриотического центра приехал профактив из семи строительных предприятий Брестской области в составе 30 человек. Объем работы их ждал большой – привести в порядок полы, очистить подвал от мусора, ну а после приступать к строительным работам, которые не успели завершить трудовые отряды, также работавшие на данном строительном объекте. Сегодня у нас присутствует 32 человека. Это представители крупнейших организаций строительной отрасли Брестской области. Это, естественно, Куб Брежилстрой, это Гранит, это Пинский второй трест, Березострой материалы, представители треста номер 8. Субботник, проводимый профсоюзами, здесь проводится в первый раз. До этого проводились субботники различными предприятиями. За время этого строительства здесь уже побывало 4 студенческих отряда. Это регулярно, каждую неделю, 2-3 раза в неделю, в зависимости от загруженности, приезжают делегации людей, я знаю, что были от Белорусской железной дороги, причем это были люди со всех концов Брестской области. Это был национальный парк Нарочанский, это была Брестская государственная экспертиза, Гостроинадзор, кого здесь только не было, все были. Несмотря на то, что представители молодожного совета на данном строительном объекте впервые, они выполняли все поставленные задачи не для галочки, понимая всю значимость своего участия в проекте. Приняло участие, потому что наше предприятие активно участвует в жизни Беларуси, нашей страны. Мы очень рады здесь быть, находиться. Это для нас очень важно, так как это все-таки наша страна, мы ее поддерживаем и всячески хотим, чтобы она развивалась. Молодежь в наше время, это, наверное, самое то, что нужно для страны. И, конечно, когда молодежь поддерживает нас и нашу страну, и мы ее поддерживаем, это самое важное. И, наверное, это путь к успеху Республики Беларусь, когда молодежь поддерживает все это движение. Нас, получается, пригласил наш председатель профсоюзного комитета. И я согласился, потому что это, во-первых, гордость. И, с одной стороны, это большая ответственность. И каждый человек молодой должен в этом активно принимать участие. С такой поддержкой молодежи и с помощью строителей первый этап строительства Республиканского патриотического центра в Брестской крепости планируют завершить к юбилею Великой Победы 9 мая.